Добрый день, в эфире служба информации и телерадио компании «Губернии 33» от программы «На всю Владимирскую». Меня зовут Александр Козлов. Гость программы сегодня Ольга Сокол, начальник правового управления Акционерного общества «Газпром» газораспределения Владимир. Ольга Николаевна, здравствуйте. Уважаемые телезрители, в начале месяца, апреля я имею в виду, компания «Газпром» газораспределения Владимир распространила информацию о том, что будет через суд понуждать собственников жилья, использующих газ для отопления, устанавливать газовые счетчики. Вот с этой темы, я думаю, мы сегодня начнем. Хочется узнать, сколько, собственно, у нас таких потребителей и как вот это понуждение будет происходить. И также поговорим о планах «Газпром» газораспределения Владимир провести техническую диагностику внутри квартирного газового оборудования в домах, которым больше 15 лет. Тут важно понимать, чем диагностика отличается от техобслуживания. Ну и для нас, как для потребителей, было бы, конечно, очень неплохо знать, какие расходы в связи с этим нас могут ожидать. Но это потом. Начнем, собственно, со счетчиков на газ. Ольга Николаевна, вот в релизе, который был распространен вашей компанией, говорится, что вы на данный момент направили в суды уже более 100 исков к тем потребителям, которые используют газ для отопления, но не применяют счетчики. Их всего 100 или это вот первая волна, за которой еще последует обращение в суд? На текущий момент около 6 тысяч потребителей газа, собственников жилых помещений, не установили приборы учета. При этом законом 261-23 ноября 2009 года об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на них такая обязанность возложена. Соответственно, собственники жилых помещений обязаны были установить приборы учета газа до 1 января 2015 года. После наступления этого срока, уже прошло 3 года, просто срок принудительной установки неоднократно изменением законодательства продлевали. Последние продления у нас до 1 января 2019 года. Что это означает? В настоящее время обязанность по установке счетчиков принудительной возложена на Газпром газораспределение, как организацию, осуществляющую транспортировку газа по сетям. И мы должны выйти в жилое помещение, в котором требуется установка прибора учета в соответствии с законом, установить этот прибор учета. А лицо обязано обеспечить допуск на сотрудников нашей организации и оплатить расходы на установку. Если человек не делает этого, не допускает вас или, допустив, не оплачивает те услуги, которые ему оказали по установке этого прибора учета, то что? Законом предусмотрен следующий порядок. Если лицо не оплачивает расходы, допускает, но не оплачивает, то мы обращаемся в суд о взыскании расходов, понесенных нами. Соответственно, к этим расходам добавляются судебные расходы. Если лицо не допускает нас в жилое помещение, в принципе, для установки прибора учета, по каким-либо причинам, не хочу слушать вас, не хочу все время что-то придумать и так далее, мы составляем акт о недопуске и обращаемся в суд с иском об обеспечении доступа для принудительной установки прибора учета. А вот тут хочу прервать, извините вас. Акт о недопуске, то есть единожды, не допустив, уже вы имеете право составлять акт и обращаться в суд? Нет, это единственного акта достаточно, что он либо отказывается, либо не допускает, либо в назначенный день отсутствует дома, мы составляем такой акт и готовим исковое заявление в суд. Естественно, контрольно перед направлением исков суд обзваниваем на всякий случай, ну, скажем так, пытаемся человеку разъяснить, что помимо стоимости установки прибора учета, ему добавится госпошлина в размере 6 тысяч рублей, что соразмерно, в принципе, установки прибора учета. Многие соглашаются на установку, многие, значит, вот уже подано нами более 100 исков, многие при получении иска из суда и повестки прибегают к нам и заключают соответствующий договор. Вот тут вот такой технический момент, ну, все мы люди, все человеки, да, положим, человек, вы с ним созвонились, связали, пришло ему уведомление, вам необходимо, уже три года, как, а вы все, нет. Он может чисто по-человечески там об этом забыть, да, если он не появился в назначенный срок там у себя дома и ваши специалисты не попали в то помещение, где должен быть установлен прибор учета, а потом он вспомнил, он может как-то все-таки избежать от связи? Ну, мы идем людям навстречу, то есть суд, он не за один день бывает, и судьи как бы уговаривают, в том числе, все понимают. Ну, объясняют, что закон есть, и вы должны его были исполнить в пятнадцатом году, собственник, в пятнадцатом, сейчас время для нас осуществить эти действия. Вот, и есть закон, нравится он вам или не нравится, но все обязаны его исполнять. Мы в части принудительной установки, они, значит, в части принудительной установки. А вообще, сами-то собственники, насколько с пониманием к этому относятся? Ну, тут может быть в цифрах, да, если вы говорите, что сейчас порядка шести тысяч собственников не установили, которым необходимо это делать, не установили, а сколько их всего, тех собственников, у которых должны стоять такие приборы? Нет, вот у кого должны, и не установили их шесть тысяч, у остальных всех есть. Ну, просто соотношение, кто законопослушан, а кто вот игнорирует требуемый закон. Такой информации у меня нет, просто по вновь подключаемым объектам прибор учета он ставится сразу, а вот по ранее введенным, почему еще нет статистики, закон неоднократно менялся ранее, в том числе и на плиты обязывали ставить приборы учета. Да, 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 я хотел об этом спросить. Да, потом несли изменения, то есть, статья 13-я 261-го закона распространяется только на тех, у кого потребление газа 2 и более кубических метра. Это именно у тех, кто использует газ для отопления? Да, это именно у кого есть газовый котел. То есть, нашим телезрителям, чтобы было понятно, если у человека в квартире или в доме только газовая плита, он не обязан. Даже, может быть, плита и газовая колонка обязанности установки прибора учета нет. Хорошо. Еще один технический вопрос. Вы упоминали 410-е, то есть, вот весь набор нормативных актов, чтобы у людей, если вдруг у них сейчас они нас смотрят, возникли вопросы, чтобы к чему им обратиться. Какие нормативные документы вот этот вопрос регламентируют? Все, что касается приборов учета газа, это только 261-й федеральный закон от 23 ноября 2009 года об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Статья 13. Подробно расписано, кто, когда, в какие сроки должен был поставить приборы учета и действия нашей организации. Никакими другими нормативными актами это не регламентировано. Единственное, что условия договора определяются соглашением сторон, так же, как и стоимость. Но я хочу сказать, что, в принципе, граждане вправе заключить договор с другой организацией. Единственное, что я хочу сказать, все-таки выбирайте надежных контрагентов, чтобы... Ну, газ. Да, газ это все-таки опасно. Если вы найдете, кто делает дешевле, но качественно, то есть, пожалуйста, устанавливайте до того, как мы обратились на вас в суд. Хорошо. Давайте к другой теме переходим, но не к технической диагностике, а пока к техническому обслуживанию. Мы с вами встречались около года назад, может быть, даже чуть больше. Да, это был декабрь 2016 года. И вот, когда мы с вами в тот момент встречались, мы как раз говорили о техническом обслуживании внутри домового и внутриквартирного газового оборудования, вы сказали, что на тот момент более 100 тысяч потребителей газа в области не имели договоров на обслуживание внутри квартирного газового оборудования. Вот на данный момент какова ситуация? Ну, скажем так, в последнее время мы очень плотно работали, в том числе с государственной жилищной инспекцией, поскольку у нас предусмотрена административная ответственность за уклонение от заключения договора, и у нас уже сложилась практика привлечения к административной ответственности физических и юридических лиц, поэтому на текущий момент заключение договоров составляет порядка 99%. Остались самые-самые, стойкие-стойкие. На всякий случай, давайте напомним нашим телезрителям, чья это обязанность заключения договора на техническом обслуживании, и что будет, если человек, ну вот не хочу я никакого технического обслуживания, поставил я 30 лет назад эту плиту, и вот она у меня стоит, что ему будет? Правила пользования газом говорят о том, что собственник жилого помещения либо пользователь жилого помещения должен заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного либо внутридомового газового оборудования. Что касается многоквартирных домов и общего имущества, указанный договор должна заключить управляющая компания, либо ТСЖ, либо кооператив. При непосредственном управлении это также собственники жилых помещений. Вот по управляющим компаниям, то есть к ним вопросов нет, то есть все договоры заключены? На текущий момент, да. Хорошо. Раз уж вы затронули правила пользования газом, эти 410-е постановления, там мы переходим к технической диагностике. Там есть специальный пункт, я его даже себе отметил, где техническая диагностика упоминается, что это есть некий комплекс услуг, работ, которые необходимо выполнять для безопасного использования и содержания внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Вот там техническое обслуживание, о котором мы сейчас с вами переговорили, аварийно-диспетчерское обслуживание, техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ну а дальше я тут смотрю по 410-му постановлению, а что включает в себя это техническое диагностирование, непонятно. Так вот, от, допустим, технического обслуживания, чем отличается техническое диагностирование? Ну, скажем так, техническое обслуживание – это профилактические мероприятия по поддержанию газового оборудования в надлежащем состоянии, проверка его работоспособности. Когда у газового оборудования газопроводов истекают нормативные сроки эксплуатации, которые для газового оборудования установлены, как правило, в паспортах заводов-изготовителей, на газопроводы они должны быть указаны в проектной документации, вот по истечении этих сроков собственник жилого помещения, либо управляющая компания в отношении общедомового имущества, должны заключить договор на техническое диагностирование. Целью технического диагностирования является определение, значит, оценка технического состояния газового оборудования, выявление неисправностей и определение возможности дальнейшей его эксплуатации. То есть по результатам технического диагностирования делается заключение, возможно ли газовое оборудование, газопроводы использовать далее, либо все это требует замены. Это касается, вы говорите, газопроводы, те газопроводы, которые относятся к внутридомовому газовому оборудованию. То есть, соответственно, если где-то плита, то она тоже должна с определенной периодичностью проходить диагностирование. Значит, вот хочу конкретно сказать по срокам, когда наступает такой срок. Ну, допустим, нет паспорта на газовое оборудование. То есть нормативный срок, как правило, указывается на плиту, котел, колонку в паспорте, на газопроводы в проекте. Но в старых проектах, например, этой информации нет. То есть уже у нас на территории Российской Федерации сложилась определенная судебная практика. Мы смотрим, как другие организации применяют нормы права. У нас существует нормативный документ, изданный еще в СССР. Это ВСН 5888, приказ Государственного архитектурного надзора, я точно не помню, как называется, а 23 ноября 1988 года. Какие раритеты? Да. Значит, он устанавливает нормативные сроки эксплуатации для всего газового оборудования. Плита, котел, газопроводы, сроки эксплуатации 20 лет. Газовые колонки 10 лет. То есть, соответственно, если в проектной документации в паспорте не указан этот срок, то, значит, руководствуемся вот этим нормативным документом. Соответственно, просто вот чтобы человеку тоже у нас сейчас смотрящему было понятно. Вот он сейчас смотрит, да, он начинает сразу скалькулировать. Сейчас 2018 год, да, у меня плита... Хорошо, если у него паспорт есть, а ведь некоторые там плиты стоят уже неизвестно сколько лет, да. То есть, если человек понимает, что плита у него сейчас 2018, да, 1998 год, раньше 1998 года была установлена, то он подпадает вот эти требования. Да, но я хочу сказать, что по всему новому оборудованию эти сроки гораздо меньше. На плиту может быть 10 лет по паспорту. В принципе, даже если нет паспорта, сейчас можно паспорт любого завода-изготовителя распечатать с интернета и посмотреть сроки. Но я говорю, что они, как правило, меньше, чем установлены вот этим ВСН. Понятно. Как, в принципе, это проводится, техническое диагностирование, какой комплекс работы оно включает? Ну, что нужно сказать. Во-первых, техническое диагностирование не любая организация может проводить. Значит, требования к данным организациям, во-первых, установлены 410-м постановлением правительства, которое правило пользования газа. И приказ Ростехнадзора от 17 декабря 2013 года, номер 613, правило проведения технического диагностирования. Основное требование – это наличие квалифицированного, обученного и аттестованного персонала на данный вид работ. Кроме того, значит, специализированная организация должна иметь лабораторию неразрушающего контроля и специальный инвентарь, оборудование, которое тоже должно быть аттестовано. В отношении оборудования проводятся специальные проверки на пригодность его для проведения соответствующих измерений. То есть, в принципе, при техническом диагностировании проводится оценка технического состояния газового оборудования, более детальная, с более сложным оборудованием, скажем так. Поэтому этот вид работы более дорогой, чем техническое обслуживание. Ну, уж коль мы затронули тему дороговизны или дешевизны обслуживания, что значит более дорогой, чем техническое обслуживание? Ну, он будет дороже, чем техническое обслуживание. Конкретно по цене можно посмотреть стоимость технического диагностирования на сайте общества. у нас размещен пресс-курант, там расценки и по техническому обслуживанию, и по техническому диагностированию. Для конкретного, скажем так, заявителя будет определяться, исходя из состава оборудования, которое подлежит техническому диагностированию. Если у него там условно газовая плита, газовый, ну пускай котел, да, там и бойлер, условно, да, колонка, да, то вот, собственно, на все три этих объекта... И еще газопровод. И газопровод. И еще газопровод. То есть от места ввода, да, где вот, собственно, уже на его территорию он входит, да, до... Это будет все предметом технического диагностирования. У нас на практике плиту, там, котел меняют, а газопровод, дома 40 лет, газопровод до сих пор старый. И, соответственно, обязательно нужно провести техническое диагностирование его. Потому что, например, при техническом обслуживании невозможно выявить состояние газопровода, например, внутри конструкции, когда он там в стене, в переходах каких-то в подъездах там проходит. Это только можно выявить при техническом диагностировании. Ну, тут, конечно, возникают вопросы на предмет того, ведь у нас же есть техническое обслуживание внутри домового, там, если мы говорим о газопроводах, внутри домового, газового оборудования. То есть, получается, при техническом обслуживании вот эти все вещи не исследуются вообще, они за бортом остаются? При техническом обслуживании можно выявить, скажем так, оценить состояние только то, что визуально видно. Например, техническое диагностирование в том числе может быть назначено по результатам технического обслуживания, например, когда собственник ненадлежащим образом содержит свое газовое оборудование, и оно в таком состоянии, что до истечения срока нормативного эксплуатации видно, что необходимо провести диагностирование, ну, либо по каким-то другим причинам. Ну, а вот если мы говорим о многоэтажках и внутридомовом газовом оборудовании, во-первых, это так же, как с техобслуживанием заключает управляющая компания договор на диагностирование? Да. И в каком случае она заключает это? Она обязана провести? Ну, я сразу же могу сказать, то есть, если у вас нет паспорта, вернее, в проектной документации на дом нормативных сроков эксплуатации газопроводов, да, инженерных сетей, то если вашему дому 20 и более лет, то вы уже обязаны заключить договор на техническое диагностирование. При этом у нас, хочу сказать, что предусмотрена административная ответственность за уклонение от заключения этого договора, его непроведение, и для управляющих организаций это очень высокие штрафы. А вообще вот таких домов, которые подлежат на данный момент техническому, газовое оборудование в которых подлежит техническому диагностированию, как много у нас их? Я думаю, что достаточно много, да, учитывая, скажем так, периоды застройки города Владимира, Владимирской области, но на текущий момент мы проводим инвентаризацию по той информации, которая у нас имеется. Когда вы ее закончите, планируете? Ну, в течение месяца, наверное, мы закончим, и после этого начнем управлять, направлять уведомления собственникам жилых помещений, управляющим компаниям, которым требуется проводить техническое диагностирование. В случае, если, ну, с управляющими компаниями, понятно, вы уже об этом сказали, да, они, если уклоняться от этой своей обязанности, то будут штрафные санкции получать какие-то, и они, в общем, деньги считать умеют, они, как правило, не уклоняются. Но с собственниками жилых помещений опять может та же ситуация возникнуть, как со счетчиками, как с техническим обслуживанием. Вот порядок взаимодействия именно с собственниками жилых помещений по техдиагностированию какой? Ну, в принципе, что с собственниками, что с управляющими компаниями, порядок взаимодействия одинаковый, он предусмотрен 410-м постановлением. Значит, мы направляем два уведомления, одно за 40 дней, другое за 20 дней, до планируемой приостановки подачи газа. То есть отсутствие технического диагностирования является основанием для приостановления подачи газа. Но это помимо административной ответственности. Опять возникает вопрос, да, мы о нем с вами говорили, когда техобслуживание обсуждали. Ну, хорошо, если это частное домовладение, где-то, да, и вот подходит к нему газопровод наружный, да, подошли, отключили, все. Если мы говорим о многоквартирной застройке, то как там-то отключать собственников, которые... Ну, конечно, существуют, скажем так, технические мероприятия. Можно и от соседей мы отключали в прошлом году одну квартиру, когда соседи поняли, что есть угроза жизни, их тоже. Ну, возможно, в том случае, если, то есть правило 410-е предоставляет нам при наличии угрозы жизни и здоровью граждан производить отключение без даже предварительного уведомления. Ну, думаю, в данном случае мы будем все-таки взаимодействовать с государственной жилищной инспекцией и понуждать все-таки через нее, потому что обязанность по проведению диагностирования на собственники, это в первую очередь его ответственность. Мы лишь инструмент, скажем так, в руках государства, чтобы собственнику объяснить, что газ это опасно. Ну, собственник, я думаю, в общем-то, тоже понимает, что газ это опасно. Другое дело, что собственник экономить готов на всем, на всем, что есть, вот у него, вот он на всем и экономит. А не проведение диагностирования, собственно, к чему это может вести, не в смысле административного нарушения, а вообще, вот для собственника. Ну, не хочу я диагностировать, что у меня с газовой плитой, вот работает она у меня 20 лет и работает. Ну, и, как я уже сказала, это, значит, отключение газа с нашей стороны, административная ответственность. Но самое главное, что должны усвоить собственники, каждый, наверное, смотрит телевизор и видит, как у нас зарываются дома. Это последствия ненадлежащего содержания газового оборудования. А вот то, что эта тема с техническим диагностированием внутри домового, внутри квартирного газового оборудования именно сейчас поднялась. С чем это связано? Ну, устаревает газовое оборудование. То есть газификация у нас во Владимирской области 60 лет назад началась. Соответственно, ранее, видимо, не так это было актуально. И не видели мы по телевизору, как дома взрываются. Поэтому сегодня, то есть год еще назад, то есть до декабря 2016 года у нас даже административной ответственности не было. Ни за отсутствие договора на техобслуживание, ни за отсутствие договора на техническое диагностирование. Государство уже обратило на это внимание, что это проблема. И проблема, которая уносит жизни людей. Еще один технический момент. Вы говорите, что домов, я имею в виду сейчас вот именно много квартир, многоэтажную застройку, домов, которые уже сейчас, ну, пускай даже вы не закончили, собственно, разбираться вот с этим имуществом, инвентаризацию не закончили, но домов таких много. Соответственно, как бы возникает вопрос, ну, некой очередности, хотя тут тоже понятно, да, самые плохие, наверное, в первую очередь, самые старые в первую очередь. Но у нас много действительно домов старше 20 лет. И вы сейчас направляете уведомления, люди, как бы понимают, что ой-ой-ой, как бы тут вот не налететь на санкции, да. Но потом, поскольку этих домов очень много, не окажется ли так, что, собственно, получив это уведомление, до, собственно, диагностирования, там, речь дойдет, там, года через два, через три. У вас есть мощности, имеется в виду специалисты, та же лаборатория, которая в какой-то оперативный срок может вот это вот огромное количество старых домов нас продиагностировать. Ну, скажем так, у нас достаточно сотрудников, которые могут осуществлять эту работу. Более того, мы проводим у нас собственный учебный центр, поскольку предприятие исторически сложилось давно, да, у нас есть специалисты, которые обучают и переобучают сотрудников. То есть для этого у нас мощности достаточно, в том числе и оборудования. Ну, я хочу сказать, что собственники жилых помещений управляющей компании могут выбрать и другую компанию, если, скажем там... А они есть? Вот если по техобслуживанию, я помню, мы с вами говорили, там более 40 у нас на тот момент было организаций, которые имели лицензию на проведение технического обслуживания газового внутридомового, внутриквартирного оборудования. По техдиагностированию их тоже столько? Я не могу сказать, сколько на территории Владимирской области, но теоретически вы можете... Это же разовая работа, техническое диагностирование. Можете пригласить из Московской области, там, из Нижегородской, из любой, любую организацию, которая, по вашему мнению, сможет лучше выполнить эту работу. Правильно ли я понимаю, что на территории Владимирской области только Газпром газораспределение Владимир этим проводит? Я просто такой информации не располагаю, но мы, думаю, самые крупные. Вы самые крупные. После того, как техническое диагностирование проведено, по всем формам составлены акты, или, я не знаю, какая там документация, заключение, документация, следующее техническое диагностирование когда? По-моему, через 5 лет. То есть, в заключении по результатам технического диагностирования указывается конкретный срок эксплуатации, возможной эксплуатации оборудования. То есть, это в любом случае реже, чем техническое обслуживание. Там каждый год, да? Здесь понятно. У нас вышло время. Я напоминаю, гостем программы сегодня была Ольга Сокол, начальник правового управления акционерного общества Газпром газораспределения Владимира Ольги Николаевны. Спасибо, что пришли, что объяснили. Спасибо. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok